привет с вами валерий филипченко и сайт videosample.ru все секреты видеомастера в этом видео я расскажу вам о создании титров для того чтобы создать титры и вызвать окно adobe title designer выполняем команду title new title default still в окне new title соглашаемся с размером текущей последовательности далее вводим свое имя и нажимаем кнопку ok загрузится стандартное окно adobe title designer для работы с титрами в программе adobe premiere pro cs6 или как вариант в окне project переходим в пункт new item и выбираем title открывается окно adobe title designer скажу сразу при всей текущей простоте это достаточно мощный инструмент и обо всех его возможностях любители дилетанты даже не догадываются в продвинутом курсе adobe title designer посвящено несколько видео уроков поэтому потому что вместить все один невозможно итак в этом видео мы создадим простую подпись и изучим инструменты редактирования это диалоговое окно состоит из нескольких областей область инструментов редактирования область инструментов выравнивания рабочая область создания титров готовые стили пресеты титров и title properties свойства титров с инструментом selection tool вы уже знакомы с его помощью вы можете перетаскивать текст если вы будете тянуть текстовую область трансформации за уголок то будете увеличивать или уменьшать словом изменять размеры текста не соблюдая пропорции чтобы сохранить пропорции делайте то же самое но с зажатой клавишей shift для того чтобы перемещать текст строго по горизонтальной или вертикальной линии ухватитесь за текст инструментом selection tool и зажмите клавишу shift вы почувствуете как программа пытается помочь вам и удержать прямую траекторию прямую линию титры можно вращать можно при помощи инструмента rotation tool или подводите курсор к рамке когда активен инструмент selection tool и когда стрелка курсора изменится вот на такой значок в виде двухсторонней стрелки с изогнутой в четверть круга то кликаете левой клавишей мыши и удерживая ее вращаете титры с зажатой клавиши shift при помощи инструмента rotation вращение происходит с шагом 45 градусов инструмент type tool и vertical type tool по сути один и тот же инструмент стоя лишь разницей что первый создает горизонтальный текст а второй создает вертикальный текст выберите инструмент type tool кликните в том месте экрана где вы собираетесь создать подпись и выбирайте текст инструмент area type tool и vertical area type tool при помощи этих двух инструментов также можно создавать текст но предварительно ограничив область в которой они будут напечатаны вот так если область необходимо подкорректировать выбираете инструмент selection tool и редактируете инструмент past type tool опять же горизонтальный и вертикальный с его помощью можно создать кривую и написать текст вдоль этой кривой линии выбираем инструмент и создаем кривую линию и сразу начинаете печатать текст размещаться он будет вдоль кривой линии эта кривая у нас получилась ломаная если же вы хотите создать плавную линию то либо вас пользуйтесь инструментом convert anchor point в этом случае хватаете заточки инструментов и тяните в сторону объяснить на пальцах то бишь на словах очень тяжело просто посмотрите как я это делаю и повторите потренируйтесь и понимание придет либо создавайте плавную кривую сразу для этого создавая кривую при помощи инструмента past type tool кликните создайте точку но не отпускайте клавишу мыши а сразу начинаете растягивать и скруглять линию кривой точки можно перемещать при помощи инструмента delete add anchor point вы можете удалить или добавить точку а при помощи convert anchor point редактировать эти точки точку можно удалить двойным кликом по ней инструмента convert anchor point past type tool или pen tool если кликнуть инструментом convert anchor point по уже отредактированной и скругленной точки то кривая в этой точке опять станет ломаной я думаю что вам уже есть чем заниматься после этого объема информации по инструментам adobe title design осваивайте продолжим следующем уроке привет с вами валерий филипченко и сайт videosample.ru все секреты видеомастера продолжаем изучение окно окна адоп тайтл дизайна в этом видео изучим центральное окно тайтл не пугайтесь я не забыл и не пропустил оставшиеся инструменты редактирования мы к ним еще вернемся и не раз в окне тайтл сверху находится блок инструментов самом верху название титров которые вы дали им при создании далее первая колонка по сути это функция копирования вы создали титры а теперь кликнув по этой иконке текущие титры сохраняться а в этом окне создадутся новые на базе текущих roll crawl options эта опция создания анимированных титров то есть бегущей строки и так далее эту опцию мы рассмотрим отдельно и детально template шаблоны здесь будут находиться шаблоны титру которые вы создадите сами или скачаете и установите в программу далее у нас следует обычный текстовый редактор в котором мы можем поменять шрифт так как фонд браузер отображаются все шрифты в том числе и те что не поддержат кириллица то очень просто запутаться поэтому вы можете включить фонд браузер отображение русских букв для того чтобы изменить символы образцов заданных по умолчанию выполняем команду edit preference title ставил свой час вводим например бб а фонд браузер вводим а бвгд нажимаем ok но это не обязательно и только если вы хотите пользоваться только кириллическими шрифтами шрифт можно сделать жирным курсивом подчеркиванием ухватитесь курсором за цифры фонд сайт удерживая зажатой левую клавишу мыши перетягиваете курсор вправо влево и увеличивайте или уменьшайте размер шрифта керлинг меняя показатели этого пункта вы будете изменять расстояние между буквами лидин меняется между строчечное расстояние выравнивание текста по левому краю по центру и по правому краю tab stops эта опция нам понадобится при создании не спадающих анимированных титров рабочей области отображается кадр на котором стоит бегунок на таймлайн чтобы вам было удобнее подобрать цвет стиль титров в зависимости от картинки на экране если же вы не хотите видеть фоновый кадр видео то кликните по иконке show background видео и появится прозрачный фон чтобы отцентрировать расположение титров по вертикали или по горизонтали воспользуйтесь вертикал центр или горизонтальный центр под областью title находится окно title stylus это готовые стили и пресеты программы вы используетесь ими и возможно они удовлетворят ваши потребности ну по крайней мере на первых порах это выход единственное что так это то что заточенный стиле под латинские шрифты поэтому выбрав стиль сразу выберите кириллический шрифт ну если вы конечно написали кириллицы в следующем видео ознакомимся с окном title properties привет с вами валерий филипченко и сайт videosample.ru все секреты видеомастера продолжаем изучение окна adobe title designer в этом видео изучим окно title properties свойства титров первый блок настроек это блок настроек расположения и размеров transform opacity прозрачность с ней вы знакомы по окну effect controls по умолчанию стоит сто процентов x position положение относительно оси x то есть горизонтальное положение вправо-влево y position положение относительно оси y то есть вертикальное положение ширина высота и rotation это тоже что мы делали при помощи инструментов selection tool и rotation tool следующий блок properties свойства как я уже говорил в предыдущем видео практически все эти функции окна title дублируется в окне title properties шрифт стиль шрифта размер шрифта аспект вытягивание текста в длину лидин межстрочное расстояние клин расстояние между буквами то есть при помощи этого инструмента мы можем увеличить пробел трекинг расстояние между буквами baseline shift смещение относительно baseline проще говоря относительно той виртуальной линии по которой печатаются и размещаются буквы вот смотрите как это выглядит слэнд на клон шрифта small caps текст становится написанным заглавными буквами small caps size размер текста написанного заглавными буквами underline подчеркивание distort x искажение текста относительно оси x distort y искажение текста относительно оси y shadow тень ставьте галочку в чекбоксе и активируем эффект можете выбрать цвет тени кликайте по окошку с цветом и выбирайте цвет из палитры ну или пипетка как пользоваться ей вы уже знаете opacity прозрачность тени angle угол падения тени в какую сторону будет падать ваша тень distance дистанция или расстояние тени от текста size размер тени и spread размытие тени о заливке обводки и фоне я расскажу отдельно в следующих видео сильно обширная тема в шутере ну и это ну и у с вами валерия филипченко и сайт videosample.ru все секреты видеомастеров. Следующий блок который мы рассмотрим это fill заливка все что связано с цветом текста. Color цвет заливки кликните по окошку выберите цвет заливки из палитры или выберите пипетку и кликните по ней по цвету которую вы хотите использовать даже если это место находится вне рабочей области программы. Fill type тип заливки по умолчанию стоит solid это сплошная однотонная заливка. При выборе solid будет активна настройка opacity прозрачность заливки. Linea gradient заливка линейным градиентом то есть будет переход от одного цвета к другому. Двойной клик по квадратику с цветом и выбираете из палитры. Перетаскивая эти квадратики маркеры вы будете смещать линию перехода между цветами. Чем ближе друг другу эти квадратики тем резче будет переход. Чем дальше тем мягче и плавнее. Когда вы выберете градиент станут активны настройки color stop и его прозрачности. Angle угол наклона градиента. Суть работы то есть как мыслит и работает эффект repeat повтор я до конца не осознал но мне достаточно того что я знаю что с его помощью можно сделать вот такой эффект. Radial gradient заливка радиальным градиентом. Поиграйте с настройкой мы поймете это как бы круговая заливка. Под настройки те же что и у linear gradient. For color gradient здесь у вас будет возможность выбрать уже из четырех цветов. Bevel скос здесь вы сможете создавать гранение и скосы на титрах. Такой красивый эффект металлический букв. Указывайте основной цвет и цвет тени. Шин дословно блеск. Применительно к нашему случаю больше подходит значение блик. Выбираем цвет нашего блика, прозрачность, размер, угол наклона и смещаем его как нам необходимо. Вы можете выбрать заливку текстурой. Выберите текстуру у себя на компьютере. Ваши текстуры могут быть различных размеров и пропорций. Поэтому существуют настройки подгонки по размеру в различных плоскостях. Настройки выравнивания, смешивания. Можете сделать текстуру полупрозрачной и смешать с основным цветом. Background. Ставите галочку в чекбоксе. Становятся доступны настройки. Все в принципе очень похоже на фил. Поэтому сильно глубоко рассматривать не будем. Цвет заливки. Solid. Linea gradient. То есть если мы выбираем Linea gradient. Точно также у нас появляется возможность выбрать цвет. Выставить цвет stop color. Угол наклона. То есть в принципе настройки точно такие как и у фил заливки. Если хотите выбрать текстуру, кликаете по окошку пустому по умолчанию. Выбираете текстуру из компьютера и применяете к титрам. Можно установить размеры текстуры, увеличить, уменьшить ее. Выравнивание и смешивание. Смешивание будет с основным бэкграундом, который там уже есть. Настраивайте, изучайте, пользуйтесь. До следующего урока. Привет. С вами был Игорь Негода. Валерий Филипченко и сайт videosample.ru. Все секреты видеомастера. В этом видео мы научимся делать скатывающиеся и ползущие, то есть бегущую строку скатывающие и ползущие титры, так называемые. Входим в окно Title Design. Для этого переходим в пункт меню Title, New Title. Первое, что мы сделаем, мы сделаем скатывающиеся. Выбираем Default Roll. Соглашаемся с текущей последовательностью. Даем название, если вам необходимо. Я, в принципе, ленюсь и всегда оставляю те, которые есть. Переходим к опции Roll Crawl Options. Кликаем по ней. Открывается окошко. Поскольку мы будем делать скатывающиеся, они называются Roll, а ползущие называется Crawl Left, Crawl Right. Ползущие направо и ползущие налево. Выбираем Roll. Ставим галочки в пунктах в чекбоксе Start Off the Screen, то есть титры будут начинаться вне экрана. И End Off Screen будут заканчиваться за экраном. Кликаем ОК. Теперь проще всего взять инструмент Area Type Tool. Сделать выделение. Я заранее скопировал уже текст. То есть с обыкновенного блокнота Ctrl выделяете текст, Ctrl-C и сейчас просто вставляю Ctrl-V. Выбираете Selection Tool. Можно подредактировать. Область, в которой будут находиться титры, растянуть. Потому что, если они не влезли, все то, что вы скопировали, в область, которую вы выделили при помощи инструмента Area Type Tool. Я много скопировал. Вот. Все. Теперь у меня все стало. Выбираете шрифт. Лучше, чтобы шрифт был жирный. Это уже сильно жирный. Волт. Тогда лучше будет читаться. То есть доводить это все до ума. Перенос делается. Клавиша Enter. Пробелы. Как в обычном текстовом редакторе. Подправили. Внесли какие-то свойства. Если вам необходимо, текст надо, чтобы контрастировал цвет текста. Выбирает. Делайте так, чтобы он контрастировал с картинкой, которая будет в данный момент на видео. Ну, если это титры конца, финала видео, то обычно на черном фоне белые буквы. Закрываем титровалку. Перетаскиваем на таймлайн. Включаем воспроизведение. Побежали титры. Для того, чтобы регулировать, чтобы они шли, бежали быстрее и медленнее, растягивайте их на таймлайн. То есть чем больше растянете, тем медленнее они будут бежать. Вот так. Теперь давайте создадим то же самое. Сделаем с ползущими титрами. Опять же таки переходим или title. Или выбираем new item title. Соглашаемся. Переходим в options. Crawl left. Crawl right. Start of screen. End of screen. ОК. Кликаем. Ctrl V. Вставляем текст. Выбираем шрифт. Закрываем тетравалку. Перетаскиваем на таймлайн. Я растяну сразу, чтобы они уж сильно шустро-то не бежали. Очень шустро. Еще растягиваем. Вот так уже лучше. Чтобы подправить выше-ниже, можно или двойной клик вызываем и перетаскиваем ниже. Или же вы можете, выделив motion, верх-низ, подкорректировать. Если вдруг вы хотите, чтобы они начинались не за экраном и заканчивались не за экраном, а где-то дальше. Например, будет какая-то художественная задумка. Здесь будет стоять ваш логотип и они, например, выезжают из-за логотипа. То просто-напросто motion. Теперь они будут выезжать отсюда. Пользуйтесь, осваивайте. До следующего урока. Привет. С вами Валерий Филипченко и сайт videosample.ru, все секреты видеомастера. В этом видео мы рассмотрим еще одну функцию, которую выполняет окно Adobe Title Design, о которой мало кто знает и мало кто применяет. По крайней мере, любители о ней практически ничего не знают. Итак, открываем окно Adobe Title Design. Соглашаемся с настройками текущей последовательности. Даем название, если есть необходимость. Я хочу сделать так, чтобы видео или картинка на timeline была размыта по областям. То есть, вот эта башня была в резкости, остальное все стало размыто. Для этого я создаю маски. Одну, вторую. При помощи инструмента Rectangle Tool. Теперь я заливаю линейным градиентом. Угол наклона я меняю. И смещаю. То же самое проделываем со следующим. Линейный градиент. Черным цветом. Угол. То есть, там где у нас черный цвет, это будет полностью прозрачное все. Там, где белое, это будет размытие. Закрываем тетровалку. Перетаскиваем на второй трек. Растягиваем на всю длину. Теперь на картинку на трек, нижний трек, находим папочку Blur and Sharpness, Sharp, Sharpen. Выбираем Compound Blur. И в настройках указываем, как образец, по какому рисунку, по какой маске размывать. Выбираем второй трек. На нем у нас находится наша маска. Замечательно. Центральная часть башни осталась в резкости. Остальное размыто. Если есть необходимость подкорректировать, значит, мы можем еще больше затянуть. Вот это сюда. Вот так. Привет. С вами Валерий Филипчик и сайт videosample.ru. В этом видео мы рассмотрим еще один пример, как сделать красивые титры. Что мы будем делать? Мы создадим титры из видео. То есть титры будут не залиты каким-либо цветом, градиентом, текстурой или еще как-нибудь. А внутри них будет находиться видеофутаж. В нашем случае давайте возьмем футаж огня. Для этого перетягиваем на таймлайн два клипа. На первый трек перетягиваем видео, из которого мы будем делать титры. На второй трек фоновое видео. Создаем титры. Используем инструмент rectangle tool. Создаем маску белого цвета. Пишем титры черным цветом. Шрифт лучше взять пожирнее, потолще, чтобы фон был хорошо виден. Выравниваем, увеличиваем, сохраняем и перетягиваем на таймлайн, чтобы видеть происходящее в режиме реального времени. Растягиваем титры на всю длину нижних клипов. К клипу на втором треке применяем эффект track matte key. Расположен он в папке видеоэффекты, keying. Переходим в окно source, вкладку effect controls и находим эффект track matte key. В выпадающем списке matte выбираем видео 3. А в пункте compose using выбираем matte luma. Подгоняем размер титров, если это необходимо. Если поставить галочку в чекбоксе reverse, то фон и титровалка, подложка, титровая подложка поменяются местами. Ну, чтобы уж совсем круто этот реверс можно анимировать. Валерий Филипченко сайт videosample.ru Это последнее видео в разделе title нашего курса. В принципе, рассказывать особо-то не о чем. Но, чтобы сказать, что мы полностью все рассмотрели, у нас остались еще инструменты создания масок. Маска rectangle tool мы уже пользовались. Мы создавали маску, когда делали титры. Оставшиеся инструменты это создание масок определенной формы. Давайте создадим размытие вокруг лица Карины. Это, кстати, Карина Жеронкина. Мисс Украина 2012 года. Заливка. Радиал градиент. Все, что будет черным, будет прозрачным. Перетаскиваем. Можем даже скрыть из видимости этот слой. Перетаскиваем Compound Glure и указываем второе видео. Ставим Invert. Вот у нас создался эффект как бы глубины резкости фотоаппарата. Точно так же с помощью этой маски вы можете удалять часть изображения. То есть давать ей King TrackMatKey и указываем второй трек. То есть выделится все, что вне этого вне этого этой маски. можно края можно размыть. Для этого опять же таки переходим в Blur & Sharpen находим Fast Blur перетаскиваем на титры и размываем наши края. Превосходно. Теперь смотрите например еще усложняю задачу Exprompt импровизирую на ходу. Теперь надо поменять на третий трек поскольку я перетащил. Сейчас мы подложим под низ какую-нибудь картинку картинку Images картинки фоны красивые фоны что же нам выбрать то по-быстрому по-быстрому деним джинсовую какую-то картинку перетаскиваем растягиваем вот смотрите какая у нас красота получилась при этом все это все это может анимировано быть это может быть сейчас все картинки а могут быть видео осваивайте тренируйтесь импровизируйте все у вас получится до встречи привет с вами Валерий Филипченко сайт videosample.ru все секреты видеомастера недавно мне на почту пришел вопрос продолжаю отвечать на вопросы своих пользователей подписчиков как сохранить пресет текстов Adobe Premiere Pro CS4 ну сразу же признаю что CS4 я вообще никогда в глаза не видел но смею предположить что по крайней мере сравнивать с пятой версией в которой я уже работал все эти инструменты создания пресетов или сохранения стиля я думаю что они есть и в четвертой версии я так предполагаю по крайней мере я вам сейчас покажу два варианта а если у вас четвертая версия то выберите посмотрите попробуйте на своей я же работаю в шестой давайте создадим титры их можно создать как вы знаете или из пункта применим title или же мне больше нравится здесь быстрее выберем инструмент создания титров напишем произвольно ну давайте так анжел выберем какой-то шрифт соответствующий названию этой девочки size position вот так добавим что мы добавим давайте добавим тень сделаем заливку какую-либо ну не важно в принципе нам же не это действительно важно сделать нам важно сохранить пресет значит теперь есть два варианта сохранения вы можете сохранить стиль то есть именно то что мы сделали заливка шрифт тень вот эти все параметры сохранить все параметры дальнейшем вы создаете шрифт титры просто пишите новое название и применяете один из вот этих вот стилей то есть для того чтобы сохранить кликайте по выпадающему списку выбираете new title даете им название там my ой что-то я запутался my style ok и как видите вот шрифт сохранился стиль точнее сохранился в дальнейшем каким бы шрифтом вы не написали вы вспомнили что я сохранял такой-то стиль воспользовались им и применили второй вариант но в этом случае сохраняется только стиль второй вариант это сохранение уже не только стиля а и самого названия то есть вот слово angel оно сохраняется полностью то есть вот будет вот таком виде и потом вы на новом проекте открыли новый проект и хотите применить вот этот шаблон в таком случае чтобы сохранить вот этот шаблон вам надо зайти в templates шаблоны кликнуть по вот этому треугольничку в белом круге и выбрать импорт current title as template импорт текущих титров как шаблон выбираете называет даете название опять же таки my my style ok вот теперь появился ваш шаблон теперь я удаляю титры создаю новое иду шаблоны нахожу шаблон применяю вот два способа сделать пресеты сохранить настройки титров которые вы сделали первый способ это сохранение просто сохранение стиля а второй способ сохранения шаблона уже с надписью совсем 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 я надеюсь я ответил на ваши вопросы надеюсь что я помог вам пользуйтесь до встречи до встречи до встречи до встречи до встречи Продолжение следует...